Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи В первом полугодии коммунальные тарифы в России могут только снижаться и ни в коем случае расти Таков закон, сообщил в интервью российской газете начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы ФАС Алексей Матюхин А с 1 июля произойдет ежегодная индексация Регионы сами решают судьбу конкретных тарифов, но рост общей суммы в платежках не должен превышать потолка, установленного федеральной властью Минус Глава Ростандарта рассказала о новом порядке поверок в сфере ЖКХ А что делать, если превышает? С этого вопроса мы и начали нашу беседу, адресовав его исполнительному директору НП ЖКХ контроль Светлане Разворотневой Приписки и двойной счет Светлана Викторовна, из Петрозаводска нам прислали две платежки на коммунальные услуги за ноябрь 2018 и 2019 годов Разница в суммах плюс 14,4% А утвержденный правительством РФ предельный индекс изменения размера такой платы в Карелии составлял в прошлом году 4,1% Так почему такая разница? И как этого избежать в наступившем году? Светлана Разворотнева, здесь надо внимательно смотреть платежку Могут быть самые разные причины Первое, что лежит на поверхности В прошлом году в коммунальные услуги перевели вывоз мусора При этом его должны были изъять из платы за жилищные услуги Мы ввели специальный мониторинг И в 65% случаев обнаружили, что одна графа «коммунальные услуги» увеличилась, а вторая «жилищные услуги» или содержание «текущий ремонт» не уменьшилось Так что это надо проверить Второе, необходимо внимательно посмотреть, как считается объем предоставляемой коммунальной услуги Возможно, люди стали больше потреблять или несвоевременно сдали показания приборов учета И им начали начислять по нормативу Вообще по нашей практике в основном завышенные платежи возникают не от того, что растут тарифы А потому, что людей заставляют платить за ресурсы, которые они реально не потребляли Если настораживает итоговая сумма в платежке, проверьте не платите ли вы за мусор дважды Фото Еще вариант Если в доме открыт специальный счет для накопления средств на капитальный ремонт, можно сделать эти работы за счет таких взносов И впоследствии получить компенсацию затрат от Госкорпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ, который сегодня в соответствии со 114-м постановлением правительства РФ реализует программу поддержки энергоэффективных капитальных ремонтов И сколько стоит такая компенсация? Светлана Разворотнева Можно вернуть до 80% на дом от затрат в деньгах до 5 миллионов рублей Мы, кстати, как общественная организация, оказываем помощь собственникам многоквартирных домов в получении этих средств В рамках проекта «Ваш помощник в капремонте МКД», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, помогаем собственникам оценить потенциал энергосбережения в доме, выбрать мероприятия и технологии, которые дадут наибольший эффект, написать заявку в фонд Но очень трудно пока идет эта работа Хотя собственники получают не только приличное снижение платежа за отопление, но и возврат части затрат на установленное оборудование и проведенные работы Морозить или повышать еще одна история от нашей читательницы Натальи Викторовны из Пензы У нас в прошлом году тарифы на вывоз мусора не индексировали Взносы за капремонт не изменятся в этом Власти это объяснили тем, что наши доходы не позволяют платить больше Минус Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают, да Тарифы поднимут, а субсидии не так-то просто получить Светлана Разворотнева Действительно, сейчас очень многие люди, которые имеют право на получение субсидий, за ними не обращаются Где-то процедура сложная, где-то информации не хватает Зачастую из маленьких поселений нужно ехать в район, чтобы написать заявление Эту процедуру необходимо упрощать И, возможно, снижать порог выплаты этих субсидий, как это сделала, например, Москва Здесь люди имеют право на субсидию в случае, если плата за жилищ на коммунальные услуги превышает 10% совокупного дохода семьи А в большинстве регионов страны этот порог 22% Платеж увеличат один раз НДС много вопросов у наших читателей и по проведению индексации совокупного платежа за коммунальные услуги Она проводится один раз в год с 1 июля А в прошлом году платежки подорожали и с 1 января Что ждать в этом году? Алексей Матюхин Двухэтапного повышения в прошлом году не было Платежи увеличились за счет возмещения налога на добавленную стоимость НДС с 1 января 2019 года увеличился с 18 до 20% А по налоговому законодательству мы как потребители платим тариф плюс НДС Соответственно, на этот размер, в совокупности на 1,7% автоматически увеличился платеж То есть база тарифов не была пересмотрена Как был тариф, условно, 100 рублей, так и остался Плюс вместо 18 рублей НДС Стало 20 рублей Итого, вместо 118 рублей стали платить 120 рублей Приборы учета с дистанционным считыванием помогают на 60% снизить платежи за коммунальные услуги И за их установку дают компенсацию И вообще по закону в первом полугодии нового года тариф не должен превышать размера второго полугодия предыдущего года То есть в 2020 году до 1 июля размер тарифов на воду Тепло, электричество должен быть на таком же уровне, как и в ноябре-декабре 2019 года Он может быть меньше, но выше нет А с 1 июля это уже ежегодная индексация в пределах инфляции Почему у соседей дешевле? В прошлом году глава ФАС Игорь Артемьев всех очень порадовал Он заявил, что, установив один раз индексацию по принципу инфляция минус Стоимость услуг ЖКХ будет снижаться в 90% случаев Когда мы это почувствуем в своих платежках Алексей Матюхин По поручению президента и правительства мы сейчас разрабатываем дорожную карту по изменению тарифного регулирования В ней заложен переход от затратного метода, который действует в настоящий момент К формированию тарифов с учетом метода эталонных затрат Алексей Геннадьевич, вы людям попроще объясните, как это их коснется Алексей Матюхин Для каждой группы компаний, в данном случае предоставляющих коммунальные услуги По техническим, технологическим, климатическим, географическим и другим моментам Установят определенный уровень операционных затрат Это повседневные расходы для производства товаров и услуг В которые входит зарплата, аренда, коммунальные платежи и прочее Примечания Ред Минус В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ Зачем? Чтобы этот уровень был одинаковый И уменьшилась разница в платежах за коммуналку Сегодня даже в одном городе в соседних домах Где разные поставщики, люди платят не одинаково Одни больше, другие меньше Да, это может быть связано с объективными причинами Например, у одних котельная на газу, у других на мазуте, которые дороже Но также существует разница и в операционных затратах На наш взгляд, вот ее необходимо минимизировать Каким образом? Алексей Матюхин Тариф будет разбит на две части Первое – операционные затраты Второе – инвестиционные И тогда для потребителя будет понятно Вот операционные затраты Они такие-то Их должны индексировать Но уже не пересматривать И, что самое главное Во многих случаях Переходя на новую систему Выяснится, что тарифы компаний завышены по сравнению с эталоном Мы уже провели исследование на этот счет Но ФАС предлагает излишние деньги не забирать у компании А обязат направлять на инвестиции Даже принудительно утвердить инвестиционную программу Если понадобится Таким образом, благодаря перераспределению средств из операционных затрат В инвестиционные на протяжении долгого периода времени Тариф у компании «Расти» не будет Когда же мы начнем жить в эту пору прекрасную? Алексей Матюхин Надеемся, первые результаты у нас уже будут в 2021 году Светлана Разворотнева Я могу с коллегой публично поспорить Что в 2021 году мы снижения точно не увидим И даже более медленного роста тарифов Минус В ЖКХ появятся новые онлайн-сервисы Наша коммунальная инфраструктура отличается очень высокими износами Низкой энергоэффективностью Очевидно, что модернизировать ее за деньги граждан и бизнеса Который тоже неблаготворительностью пришел заниматься Это утопия Государство должно вложиться в эту сферу Такова мировая практика Но в нацпроекте «Экология» предусмотрены деньги для модернизации водоканалов в малых городах Светлана Разворотнева Однако при этом на водоотведение, на канализацию денег нет, на трубы нет Нет средств и на модернизацию систем теплоснабжения При этом бизнес не торопится вкладывать в эту сферу Особенно если речь идет о малых городах Государство в данном вопросе последовательной политики тоже не ведет Например, у Госкорпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ было 15 миллиардов рублей на софинансирование проектов как раз по модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах Сделали несколько прекрасных объектов, в том числе в сфере теплоснабжения Все Сейчас деньги закончатся, и дальше никакого продолжения не предполагается Правда, было поручение премьер-министра после Сочинского инвестиционного форума 2019 года в рамках нацпроектов предусмотреть средства как раз для модернизации коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60% Надеюсь, что она все же будет выполнена В новом трехлетнем федеральном бюджете есть что-нибудь обнадеживающее? Светлана Разворотнева Нет, это все относит на региональный уровень При этом у нас есть прекрасная программа модернизации магистральных сетей Но деньги по ней из федерального бюджета практически не выбираются Но почему у нас магистральная структура достойна поддержки государства дороги, аэропорты, а коммунальная инфраструктура остается подчерицей? Хотя если туда вложить деньги, это по масштабам будет план Гайлра Снизятся платежи потребителей, потому что уйдут из нашей жизни мазутные котельные Появятся современные мощности Трубы перестанут течь Мы прекратим отапливать воздух И не надо будет платить за все эти утечки и перетопы Будет и у экономики рывок Сразу расширится рынок сбыта для отечественных производителей разных материалов Новые рабочие места Налоги Да и вообще это мощный проект для страны Досадно, что на протяжении многих лет власти его игнорируют Ключевой вопрос Где взять деньги на ремонт? Светлана Викторовна План модернизации коммунальной инфраструктуры по принципу Гайлра Интересная идея Но что нам делать здесь и сейчас? Чуть мороз придавит по стране аварии У муниципалитетов бюджетов не хватает А бизнеса что-то не спешит вкладывать деньги в сети Светлана Разворотнева Инвестору нужны две гарантии Что он свои деньги потом отобьет И ему не придется тратить много времени на всевозможные согласования А теперь все это стало еще сложнее Все инвестиционные программы надо согласовывать с ФАС Как и увеличение платы за услуги ЖКХ И до этого была безумно сложная схема Сначала инвестор согласовывал свою программу с муниципалитетом Потом муниципалитет получал разрешение на региональном уровне Минус Информационная система ЖКХ передана Минстрою Ограничения предусмотрена только на индексацию совокупного платежа Газокоммунальные услуги Вода, газ, тепло, электроэнергия, водоотведение Это итоговая сумма в ваших платежках Как мы убедились, эти ограничения нарушают Втихаре А если все-таки по-честному надо больше? Если уже нельзя откладывать, например, реконструкцию теплотрассы Алексей Матюхин Для повышения платежа выше уровня Установленного правительством РФ Предусмотрена четкая процедура Принимается совместное решение губернатора и муниципалитета Или глава региона его инициирует Или муниципальное образование Объяснив, зачем это надо До 2019 года критерии оснований для повышения совокупного платежа были неконкретными Сейчас правительство четко и точно прописало По каким основаниям можно пойти на превышение установленных федеральных ограничений Среди них есть и те Которые непосредственно связаны с инвестиционной программой С программой комплексного развития территорий Мерами, предусмотренными в концессионном соглашении При этом важно отметить, что ни ФАС, ни другие федеральные структуры Не участвуют в согласовании самой инвестиционной программы или концессионного соглашения Все это решается на месте А потом пакет документов действительно направляется в ФАС Мы их внимательно рассматриваем И хочу особо подчеркнуть Никогда не отказывали и не будем отказывать там, где есть полный пакет документов Действительно разработана инвестиционная программа Но, может быть, это все так и лишнее звено? Алексей Матюхин, оно вынужденное Мы сталкивались с тем, когда инвестиционные программы таковыми не являлись Просто некая бумажка на двух-трех листах И на протяжении какого-то периода времени Муниципальное образование превышали индекс платы граждан Люди платили, а ничего не менялось Понимаете, совокупный платеж может расти выше уровня инфляции только в том случае Когда принята значимая инвестиционная программа И она выполняется Например, идет перекладка сетей, меняется котельная Есть улучшения, которые люди видят и чувствуют ФАС будет проверять, как выполняются такие инвестиционные программы Алексей Матюхин, у нас просто на это рук и сил не хватит Оценивать будут потребители коммунальных услуг Но вообще есть указ президента, в котором говорится Что необходимо установить единый порядок утверждения Корректировки и контроля инвестиционных программ Такой документ ФАС уже подготовила Сейчас обсуждаем его с коллегами профильных ведомств Хорошо, тогда назовите самые важные проблемы Связанные с выполнением инвестиционных программ Алексей Матюхин, их три Первая постоянно переносится сроки выполнения Мероприятий по программе И при этом нет никакой ответственности Штрафов Вторая проблема связана с тем, что контроль за инвестиционной Программой часто ведется лишь на бумаге Например, должна быть построена некая сеть В контролирующий орган это может быть региональное министерство строительства И ЖКХ приносит отчет о вводе сети в эксплуатацию Минус Путин подписал закон о передаче ГИС ЖКХ в ведении Минстроя Мы сталкивались с тем, что одну и ту же трубу несколько раз закапывали и раскапывали Создавая видимость работ А на бумаге все в порядке Есть подписи, что трубы поменяли А там потом происходит авария Таких моментов очень много Третья проблема Очень сильно завышается стоимость подрядных работ по инвестиционной программе Ресурсоснабжающая компания либо сама заламывает цену, либо ее суподрядчик В любом случае мы видим, что можно было бы намного меньше потратить Поэтому мы настаиваем, чтобы инвестиционные программы и сметы в ЖКХ рассчитывались по укропненным сметным нормативам Они дают реальные ориентиры и за счет поправок, учитывающих конкретные условия, позволяют повысить точность расчетов На наш взгляд, это пока единственный ориентир, чтобы не было больших разбросов в цене и завышенных расценок Это важно Ведь в итоге за все придется платить нам потребителям коммунальных услуг Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!